Добрый день! Мы сегодня беседуем с врачом-ортопедом Старцевой Ольгой Юрьевной. Ольга Юрьевна, ответьте еще на такой очень популярный вопрос. Когда можно ребенку садиться на велосипед? На велосипед садиться можно с того момента, когда ребенок сидит, но совершать именно передвижение педалей ребенок по зрелости нервной системы может только после двухлетнего возраста. Поэтому те велосипеды, которые у нас используются с ручками, они используются в качестве коляски. Эти велосипеды не подходят для начала обучения ребенка на велосипеде. Я рекомендую купить обычный маленький детский велосипед, обязательно с узким колесом, с большого объема, всего легче передвигать ребенку, чтобы это не был бронетранспортер. Ребенку должно быть легко, тогда навык передвижения педалей вперед он быстрее у вас освоит. Ну, вообще, как минимум, ребенок должен дорасти ножками до педалей. Обязательно. То есть они не должны быть, скажем, проходить в холостую какую-то часть пути, он должен полностью ставить ножку на педаль. Есть приспособления, которые помогают ребенку легче освоить велосипед в двухлетнем возрасте. Это беговел, который можно использовать с полуторалетнего возраста ребенка. Беговел очень хорошо укрепляет спину за счет того, что ребенок старается удерживать свой баланс. Беговел – это велосипед без педалей. Ну, передвигать с помощью ножек. С помощью ножек ребенка, да. Он передвигает, разгоняет его, в дальнейшем он ножки подтягивает и на двух колесиках всего удерживает свой баланс. То есть полуторалетний малыш уже способен освоить это? Да. Да, да, да. Понятно. Ольга Юрьевна, а как вообще вы относитесь к различным приспособлениям, которые используются, сейчас активно предлагаются, ну типа ходунки, прыгунки, ну и тому подобное? Ходунками и прыгунками родители могут пользоваться после того, как их ребенок уже самостоятельно пошел в неограниченном количестве. Пока ребенок самостоятельно не пошел, его мышцы спины не готовы удерживать весь костный остров вертикально, ходунки использовать нельзя. Потому что они не фиксируют малыша в области подмышечных впадин. То есть полностью спина находится в его распоряжении, которое еще не готово. То есть пользоваться этими приспособлениями для обучения? Нельзя. Нельзя. Да. Понятно. Ну собственно они как будто бы для этого и предназначены. То есть в принципе возникает вопрос, нужны ли они вообще в хозяйстве? Вообще они были созданы для ребенка-инвалидов, для ребенка с ограниченными возможностями, которыми мы должны помогать социализировать, реабилитировать, но не для здоровых детей. Понятно. Так, теперь вопрос по другой какой-то мебели, то есть например выбор стульчика, может быть переноска, коляска. То есть в каком возрасте нужно, сейчас все эти приспособления имеют уровни от лежачего до сидячего. Вот в каком возрасте можно начинать передвигать или по достижению какого может быть момента в развитии ребенка? Переноска используется, чтобы обязательно ребенок был там фиксирован для безопасности. То есть это в автомобилях, перенос, поход в поликлинику, там куда-то еще, только для безопасности. В домашних условиях ребенок должен спать, лежать на ровной поверхности. Дома можно пользоваться различными шезлонгами, качельками, но тоже для бодрствования, для общения с ребенком. То есть это минут 20, максимум 30 минут. В дальнейшем, если ребенок уснул у вас, в домашних условиях вы его должны положить на ровную постель, чтобы спинка была в растянутом состоянии. А подушечкой не пользоваться? Подушкой пользоваться можно только после двухлетнего возраста. Понятно. До этого нужно спать абсолютно на ровной поверхности. Ребенок спит на ровной поверхности. И жесткой. И достаточно жесткой поверхности, да. Понятно. Всем большое спасибо, что нас смотрели. Если у вас есть вопросы и комментарии, пожалуйста, обращайтесь. Мы ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова